Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз Нерушимый Союз Нерушимый в эфире, это наша традиционная программа. Мы выходим по пятницам в это время, берем самые разнообразные темы, межнациональные, но в любом случае в каждой программе мы ищем и находим успешно то, что нас объединяет всех, несмотря на то, где мы появились на свет, чем мы увлекаемся, какой культуре, какой народности мы принадлежим, мы продолжаем находить общее. И это в эфире Владимир Сметанин. И Азиз Агаев. Добрый день всем. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые родители. Добрый день. Мы сейчас представим наших гостей, но я хочу все-таки предварить нашу тему и представление наших гостей тем, что... В прошлый раз мы говорили о Новорус, о празднике азербайджанцев, дагестанцев, таджиков, узбеков, иранцев, афганцев. Это Новый год, напомню, и наступление весны, и все вместе. Да, скорее всего, можно было назвать это праздником обновления, прежде всего. И сегодня у нас тема праздничная продолжается, и, наверное, сейчас мы будем тоже говорить об обновлении. И наши гости сегодня представители местно-еврейской национальной культурной автономии. Да, председатель Аллеоса Новикова и... И Андрей Брезгин, тоже представители, и еще к тому же магистр религиоведения, преподаватель Торы. Добрый день. Добрый день. Андрей Владимирович, вы не в первый раз уже в таком составе, именно. Ну, о чем же сегодня мы будем говорить? Все мы прекрасно знаем, что приближается большой светлый праздник. Праздник Пасхи, да? Да, мы имеем в виду Пасха. Кстати, вот только что уточнил, православная и католическая Пасха в этом году будут праздноваться в один день. Это 16 апреля, в воскресенье, то есть через неделю с небольшим. И праздник Пасха, он в разных культурах по-разному называется, но он все-таки есть, присутствует. Да, и вот очень близко в этом году, в этом году, учитывая, что у евреев свой календарь, да? Лунный календарь, и наверняка этот праздник, о котором мы сейчас будем говорить, а мы будем говорить о празднике Песах. Песах, да, Песах, 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 извините, видите, вот ударение. Песах, ну сразу же понятно, что Пасха, Песах, да, Песах, да. В этом году очень близко совпали с праздником Пасхи, и наши друзья сказали, что еврейская община отмечает в Кировской области 16-го тоже. Да, да. Вот, и как раз это будет, можно сказать, что всеобщий праздник будет в Кировской области. Да, да, да. Все будут отмечать Пасху. Мы еще упустили протестантов, у них вместе и с православными католиками в этом году. Да, да. Вот это три основных направления христианства. Ну, Песах считается самым древним, да, еврейским праздником, самым древним. Давайте вот туда, в Истоке. Ну, это, по крайней мере, самый крупный праздник. Отправимся, самый крупный. Ну, и самый важный, я бы сказал. Ну, сначала в историю, да? Да, конечно. Почему, что за праздник, почему праздник? Пожалуйста. Да, кстати, я хочу напомнить слушателям, что есть у нас видеотрансляция на сайте хакерово.ру. Если вы сейчас туда заглянете, то увидите некое угощение на нашем столе. Наши гости принесли. Ну, во-первых, у нас Матса. Да, поэтому, если мы будем долго не задавать вопросы, то... Начнется, если хруст в эфире, да? То имейте в виду, что ведущие заняты, да, а вы продолжайте, не обращая внимания, когда... И говорите. Да, говорите. Итак, Песах, Пасха — это греческое звучание, это греческий перевод. Происходит от Пасах — это я прохожу или миную. И я потом, чуть попозже, объясню. А русское слово «посох»? Ну, скорее всего, нет. Нет, я думаю, что этимология другая. Но вот меня удивляло, что в основном местные люди, особенно у нас, ну, или большинство русских людей, знают в связи с Пасхой яйца и куличи. Да. На самом деле, к Пасхе это не имеет практически никакого отношения. Это в основном осталось от старых вот этих культов. Языческих. До христианских, да? Да, да, да. До христианских еще традиций. Ну, не случайно в Навруз мы тоже, как бы, вот красим яйца и печем, так сказать, куличи. Да, но там странная история. Там вот то, что Мария Магдалина является к цезарю Тиберию. И вот она ему говорит о том, что Христос воскрес. Ну, то есть, как бы так с подарком темы не очень связаны. И выглядит очень странно. И я вот, когда смотрел все эти вещи, я подумал, а представьте себе, вот мы приходим к нашему президенту и приносим яйцо. Ну, вот очень странно все выглядит. И там история такая, что... Ну, наверное, наш президент он примет и скажет воистину. Нет, но он, скорее всего, подумает, что человек неадекватный. Вот в чем дело. Думаете? Я думаю, да. И вот там такая история, что якобы этот Тиберий держал это яйцо, слушал историю о воскресении Христа и начал смеяться, что он говорил, что ну, как это может быть, человек мертвый воскрес? Да, скорее всего, это вот яйцо сейчас сделается красным, чем какой-то человек может стать живым. И яйцо в этот момент стало красным. Покраснело. Да, покраснело. То есть, это вот есть такая предчередина, предание, да? Да, да, да. Это одно из преданий. Там есть еще несколько. Но, в общем-то, это все связано с природными вот этими культами. И в том числе кулич абсолютно к христианству никак не имеет отношения, потому что это символ плодородия. Вот эти культы плодородия. Но это не значит, что от куличей надо отказаться и от яиц, да? Ну нет, пожалуйста. Просто, но просто нужно понимать, что это к сути дела не имеет отношения. И там вот, например, этот кулич, это фаллический символ, который сверху там еще символ семиизвержения. Вот это вот все к христианству отношения не имеет. Ну, это просто как бы праздник весны и праздник того, что все оживает, все расцветает и зарождается там новая жизнь. Да, да, да. То есть кулич — это такой символ мужского начинства, да? Ну, такого плодородия, да. Потому что семя... Ну, как хотите. Можно ведь и так, а можно просто сказать, что весной цветут цветы, значит, деревья сбрасывают свои семена. Да, да, да. Ну, можно и так, и сяк. То есть можно проводить аналогии. Можно проводить аналогии. Ну, вот сейчас Андрей провел, так сказать, такую аналогию. И все-таки. История, да, настоящая, она немножко другая. И суть дела, она другая. И вот история такая, что евреи в определенное время попали в Египет. А произошло это так, что Иосиф, в общем-то, через цепь событий оказался в Египте. И предполагается, что в это время там царствовали гиксосы, гиксосские фараоны. И получается так, что это были, в общем-то, родственники евреям. Потому что они были семитского происхождения, были амории. А как известно, Авраам был аморией по происхождению. И вот эти люди в основном в виде кочевников, кочевых племен, они вращались вокруг Египта. В определенное время они набрались силы. Была экспансия, и они захватили власть. И вот там, значит, Египет делится на две части. А территориальная, но прямо на континенте, вот, на Африканском. Это Африка, да. И вот эти, фактически, родственники, они, конечно, там с распростертыми объятиями через некоторое время принимают родственный народ. Потому что, в общем-то, это укрепление оккупационного режима. И, исходя из этого, понятно потом, почему евреи оказываются в рабстве. Потому что через некоторое время этот оккупационный режим обваливается. И эти вот гости, они оказываются нежелательными. То есть приходит новая династия там, какая-то там фараонов, да. Она никак не родственник еврейскому там народу. Там дело в том, что там потом, после этого, как бы гиксовские династии, они присутствуют иногда. Но там вперемешку и местные, и гиксовские. Но вот уже они не имеют такого тотального влияния, по крайней мере. То есть уже вот семитские племена, они там не управляют. И понятно, что раз они были помощниками оккупационного режима, то на них изливается ненависть и их порабощают. Они становятся рабами в Египте. И в Писании там в двух местах сказано, что вот в одном месте написано, в Египте евреи были на протяжении 430 лет. И в порабощении они были 400 лет. То есть, скорее всего, 30 лет они жили вольготно. Причем, как родственникам им отдали, как ни странно, самые лучшие земли, самые плодородные. И вот они там обитали. А потом, через некоторое время, они страшно страдают. Они строят там вот эти, как написано, два новых города. Там Пифом и Пер-Рамсес. И их избивают вот эти вот надсмотрщики. Над ними издеваются. Они там плохо кушают в это время. Ну, как над всеми, кто строил. Как над всеми рабами. Ну, они рабы. Они были настоящими рабами. Полностью понятия рабов, они соответствуют. Да, да. Полностью соответствуют. Угнетенными. И вот мы прослеживаем, что несколько поколений, они как будто бы канули в лету. Там ничего замечательного не происходит. То есть, просто народ в это время приобретает какие-то качества. Бог сообщает народу какие-то качества определенные. И потом, когда народ воззвал к Богу, он начал стенать. И мне было удивительно. Я когда читал, я думал, а что же сразу не начали стенать? Что же не стали сразу молиться? И потом они начинают стенать. И Бог дает человека. Но мы же не знаем, что они стенали. Просто, может быть, так сказать, ну, как вот этот потенциал зарождения там или обновления, он приходит через четыре столетия. Может быть, поэтому и появляется Иосиф Красивый, да? Да, да, да. Может быть, вот в нашей стране пора уже стенать. Начинать не доводить до края, да? Услышат Бог. Да, услышит Бог и даст изменения, хорошую жизнь. И вот они начинают стенать. Бог дает человека, которого зовут Маше. Маше, потому что там написано, что дочь фараона, которая его нашла в воде. Предыстория была такая, что фараон, видя, как умножается этот народ из опаски переворота, он приказывает всех мальчиков уничтожать, просто убивать. Потенциально будущих воинов, да. Ну, тех, кто может сделать переворот, да, там, или девочек потом разберут, там, скорее всего, мысль такая, они ассимилируются, и там никто уже не вспомнит, что это были евреи. И вот там рождается мальчик, причем от мужа и жены, которые были левиты, они были из левитского колена, то есть это фактически священническое колено. И вот мальчик красивый, там написано, что мама сколько могла, она его укрывала, потому что ей было очень жалко своего малыша отдавать на казнь. Но после трех месяцев, там, скорее всего, уже серьезная угроза жизни, и она его кладет в корзинку, отправляет по воде. И принцесса Египта, она находит этого мальчика, лежащего в этой корзинке, она посмотрела, мальчик красивый, ей, скорее всего, понравился. Может быть, еще материнский инстинкт, и она его принимает в свой дом. Может быть, благословение Господа, потому что Иосиф же, он в исламской религии, он пророком считается, так сказать. Конечно, это Божья воля, но так складываются обстоятельства, и там написано, что она его, вот глагол используется, который как раз «маше», то есть как бы извлекла из воды. Хотя многие исследователи говорят, что… Маше – это извлекать. Да, извлеченный из воды. И оттуда происходит вот это вот «Моисей», «маше», хотя многие исследователи говорят, что не могла египетская принцесса назвать на иврите. И, скорее всего, производная от «Мосес», то есть это вот в Египте сын, и все фараоны там, или очень многие, они как раз имеют вот эту часть, там, Яхмас, например, да, это сын Луны. Рамсес. Рамсес. Да, Рамосес, то есть это сын Ра, Солнца, да, и так далее, и так далее. Тутмос, там, ну, вот все вот эти вот товарищи, да. Благополучно она его извлекла. Он вырастает в дворце фараона, 40 лет он там живет, получает вот эту вот подготовку сановника. Есть в предании история о том, что он был очень успешный военный начальник, но вот потом, через некоторое время, ну вот у него возникают мысли о том, что его народ в очень сильном угнетении. Он потом видит, как надсмотрщик жутко избивает еврея. А я вот, смотрите, Андрей, читал, что в некоторых источниках, что он до определенного времени не знал, что он еврей. Скорее всего, так. Потому что... Он это, Машея, напомню. Машея, да, Машея. Да. Он не знал, что он еврей, или Иосиф, да? Да, да, да. Он не знал, что он еврей до определенного времени. Ну, если он в таком ладжеском возрасте, да. По сечению определенного времени уже, когда он стал разумным, взрослым человеком, то ли родные, значит, ему пришли, так сказать, сказали об этом, и он... Ну, то ли добрые люди во дворце. То ли добрые люди во дворце, да. Было, как бы, вот так вот, да. И, конечно, до этого и никто не знал, что он еврей. Поэтому он мог и военачальником быть, и он получил прекрасное воспитание там, и все такое. Да, да, да. Да, извините, что я... Ну, я думаю, что правильный ход мыслей, абсолютно. Но вот в определенное время он осознает, что он еврей, он начинает переживать за свой народ, убивает египтянина, который бьет его сородича, там, прячет его, ну, и думает, что никто не видел. А потом он вторгается в ссору двух евреев, когда они дерутся, он пытается их разнять. Один из этих евреев в запале говорит, а, ты думаешь, что там никто не видел, как ты убил египтянина? И он понимает, что дело плохо, что просто его... Есть свидетели. Да, есть свидетели, его могут привлечь к суду, что там будет потом неизвестно, ничего хорошего не ожидается. И он бежит в пустыню и там знакомится с некоторым священником Итро, Мадиамским священником. И вот там непонятная история, но можно предполагать, что это священник, который знал Бога Всевышнего. То есть не просто какой-то языческий, а по всему похоже, что это был священник Бога Всевышнего. И есть предположение, что на протяжении 40 лет, а он там находится 40 лет еще, то есть 40 лет во дворце, в следующий период еще 40 лет, и он готовится, скорее всего, даже как священник. И где? Песах, Песах, где? Да, да, да. Когда мы, собственно, к освобождению... И вот в определенный момент... Они все, на самом деле, очень интересны, они порой очень трогают, иногда ломают... И очень долго можно размышлять, да? Да, они очень часто ломают сознание человека, или переворачивают, как хотите, эти притчи, легенды и так далее, и так далее. Но мы хотим уже к еде переходить, почему мы так вкусно едим. Я постараюсь сократить тему. И вот в определенный момент Бог к нему взывает, он говорит с ним из так называемой неополимой купины, то есть там он видит некоторый несгорающий куст, и Бог ему говорит о том, что он призван, у него есть предназначение, выведи мой народ. Вот, и там Моисей начинает с Богом спорить, вот я этого не могу, этого я не речист, у меня там качество не подходит. И Бог входит в гнев, потому что в этой ситуации Моисей, он говорит о своих качествах. А Моисей, он тут действительно старец? Ну, дело в том, что там люди жили гораздо дольше, и скорее всего это такой средний возраст, но по нашим меркам, да, это совсем глубокий старец, по нашим меркам. Ну, он-то по-особенному, он не просто раньше люди, вот он-то по-особенному долго, как бы жил чуть ли не там, как Авраам, там больше ста лет, там где-то так. Он 120 лет умирает? Да, потому что еще 40 лет в пустыне, то есть. Да, и вот он получает это предназначение. Это все-таки необычное, я хочу как бы люди, это все-таки. Да, в общем, поверим в то, что это все-таки были пророками Господа, да. Нельзя буквально воспринимать. Да, нельзя буквально воспринимать, но тем не менее. Ну, я думаю, что он буквально 120 лет все-таки прожил, и дело в том, что у него вот есть эти три периода, и Бог говорит с ним о своих качествах, а он говорит о своих. И это Бога подводит к раздражению. Вот Бог уже почти готов его убить за это, но потом, в конце концов, Моисей соглашается. Покорился. Да, получает это предназначение вывести Божий народ, и Бог ему в это время открывается. Он говорит, ты кто? Да, и он говорит, Бог ему говорит, я эхе-эш-эрахе, то есть я буду тем, кто я буду. И тут вот есть такая линия, что большинство народов были завязаны на практику имен, то есть я могу манипулировать Богом. А тут Бог как бы говорит, что я буду такой, какого ты найдешь. Вот ты должен со мной общаться, и каждый раз получать от меня разные корректировки и пояснения. И познавать, соответственно. И вот потом следует также, Бог ему говорит вот это, то, что в тексте называется тетраграмматон, личное имя Бога. И он ему говорит, что твой народ поймет, что ты от меня, потому что вот я тебе даю сейчас посох, который ты бросишь. И вот в русском переводе там написано, что он станет змеей. В оригинале там написано, что он станет крокодилом. И он говорит, а все-таки, если не поверят. Он говорит, но если еще не поверят, вот тебе еще одно знамение, ты положишь руку под мышку, достанешь, и она будет белая, как от проказы. То есть как будто бы у тебя рука поражена проказой. После этого ты можешь положить обратно. Таким замысловатым, если у Бога. Да. И достаешь второй раз, и она... Это доказательство. Да, и она уже здоровая. Потому что нужно понимать, что это был все-таки тот век, когда люди, они были очень практично прагматичными. И они, тем более, что все язычники практически, им нужны были доказательства, что твой Бог сильнее, чем мой Бог. Да, и вот после этого он идет к фараону. Он говорит о том, что надо отпустить Божий народ. Но он, правда, говорит только на поклонение на три дня, на три дня пути. И там был... Историки говорят, что... Простите, я предлагаю уложиться все-таки в три минуты уже непосредственно... Да, хорошо. И в результате Моисей, он выдвигает требование, что мы должны уйти, иначе потом вот он говорит о том, что постигнут казни. И он там говорит о том, что вода сделается кровью. И там потом, мы тогда, наверное, уже не будем разбирать все десять казней египетских. Не будем. Следует... В общем, в результате... Надо перечислить хотя бы, мне кажется. Да, можно перечислить. Ощущений. Там, да, это наказание кровью, то есть вода становится кровью. Причем у евреев она не становится кровью, она остается нормальной водой. Казнь с жабами. Потом нашествие мошек и насекомых кровососущих. Потом пёси и мухи. Потом приходит мор скота. Потом язвы и нарывы. Потом гром молнии и огненный град. Потом нашествие саранчи. Потом приходит тьма египетская, то есть полная тьма. Потом самое последнее, вот интересное, такое важное событие, которое впрямую уже связано с Песохом, это смерть первенцев. И вот мы подходим вплотную к Песоху, то есть вот проходят эти казни, причем каждый раз. Потому что фараон не отпускает. Фараон не отпускает. Нет, он вначале отпускает. Он говорит, да, 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 потому что ему некуда деваться. И вот эта история повторяется каждый раз. Он говорит, да, да, только вот верни все обратно, как было. Моисей молится к Богу, Бог возвращает все, как было. Он говорит, нет, никуда не пойдете. Я передумал. И, кстати, историки предполагают, что это был фараон Рамсес II, которого мы можем и сегодня лицезреть в Каевском музее, правда, в сушеном виде. Итак, последняя казнь. Последняя казнь – это смерть первенцев. Но вот перед этим Бог, он говорит к своему народу. А, скорее всего, не только к своему, а, в общем-то, адресуясь ко всем. Кто верует в Господа. Кто примет это послание, да. И дело в том, что я думаю, что там евреи были в рабах не единственные, то есть там были, скорее всего, разные, чаще всего, семитские народы. И вот там написано, что присутствовали также представители других народов, и некоторые из них, они поверили этому посланию. И Бог сказал, что вы должны принести мне жертву, взять Агнца, отобрать Агнца без порока или козленка однолетнего, который будет некоторое время, там, несколько дней жить в вашем доме. И потом вы должны его принести в жертву. И вот кровь этого Агнца вы должны ей помазать по косякам, по верхней перекладине. И вот дело в том, что приносили жертву обычно на пороге, вот в этих древних домах. И там, как правило, находят археологи такие выбоины, типа чашечек. И оттуда шел живобок. Для сбора крови. Да, для сбора крови. И вот, как правило, всех этих животных, когда их убивали, их посвящали какому-то Богу, в какого верили. В башку, скажем так. Да, или, если это язычники, конечно, башку. И вот люди, которые приняли это известие, они в определенное время, когда Бог назначил, на определенную ночь, эти события должны были состояться. Они, вот еще Бог дает повеление, чтобы убрать все. Нет, это в традиции уже, да. И он говорит, приносят жертву, помечают, Андрей, да. Давайте мы как бы к Песоху все-таки. И он говорит, что нужно есть с горькими травами, как воспоминание о несвободе, о том, что Бог выводит из рабства. И следующий момент, это то, что этот агнец должен быть зажарен целиком, без сокрушения его костей. И вот там еще должна участвовать ветка Исопа, потому что ветка Исопа, вот этой кистью, такое растение, которое очень-очень водянистое. И вот нужно было этой веточкой пометить косяки и перекладину. И мы уже говорили о том, что на пороге кровь есть. И тогда ангел-губитель, а в Салмахе есть упоминание, что это не просто ангел, а там, скорее всего, это были такие ангелы тьмы. Они проходили по этому месту. И все, у кого он не видел в домах вот этой отметины, они погибнут. Там погибнут первенцы. Я прошу прощения, нам рекламную паузу надо все-таки сделать. Увлекательный рассказ, но время бежит так. Давайте быстро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый Продолжаем разговор с представителями местной еврейской национальной культурной автономии Аллой Новиковой и Андрей Брезгин. У нас в гостях Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Так, давайте я сейчас подведу некий итог. Более трех тысяч лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю, а сейчас, между прочим, у евреев 577 год. Евреи освободились от египетского рабства. И с этим непосредственно связан праздник. И мы все еще подбираемся. Итак, да, мы подошли к тому, что все, кто не поверит тому, что сказал Бог, они получают смерть первенцев. Скорее всего, египтяне сказали так, что да мы не знаем никакого еврейского Бога, да плевать мы хотели. И да, мы слышали, но мы в это не верим. И в действительности проходит ангел-губитель. Вот как раз это Песох, то есть проходящий мимо. И он губит всех первенцев из скота, из людей в домах тех, кто не поверил. Но те, кто принимает вот эту вот вечерю Песоха, они должны есть готовые к выходу. Они одеты. И после вот этой вечерей Песоха они выходят, они уходят из Египта. И причем там они уходят не только на три дня, уходят гораздо дальше. Там шпионы сообщают, что вот они куда-то собрались совсем-совсем далеко, за пределы они выходят. И почему нужно было разрешение фараона еще? Потому что из источников исторических известно, что там были пограничные такие укрепления, мимо которых, ну, в общем-то, даже одному человеку было довольно сложно проскользнуть. То есть поймали бы и уничтожили. Но они имеют разрешение фараона, они уходят. Фараон, узнав, что евреи пошли куда-то дальше, чем они обещали, ну, или вначале говорили, он посылает войска. Войска потом они гибнут, когда евреи походят. Когда море закрывается за евреями, да? Перед евреями море раскрывается, а перед египтянами оно закрывается и накрывает их всех. Войска гибнут. Вот и происходит избавление от вот этого иго-рабства. То есть непосредственно во времени евреи становятся свободны. Непосредственно связан Песох с избавлением народа. С избавлением народа еврейского народа. Да, да. И многие считают, многие ученые считают, что это, в общем-то, день рождения еврейского народа, потому что он выделяется из этой общей массы Апиру, то есть вот этих там семитов и так далее, и так далее, там семитских племен. Они выделяются как конкретный народ. И вот с этого времени Бог повелел этот праздник праздновать. Праздник становления народа, праздник избавления. Ежегодно, да? Ежегодно. Обязательно. По лунному календарю. Да, по лунному календарю. 14-го дня Ниссана должны праздновать этот день. Как он празднуется? Празднуется вот этот седр, который, то есть седр переводится порядок, это порядок празднования, порядок проведения этого праздника. Церемониал такой. Да, да, да. И этот порядок, в принципе, тоже называется Песох. Это вечеря. И вот там празднуется время избавления. Для этого желательно, рекомендуется, по крайней мере, приглашать тех, кто люди бедные, нуждающиеся, или вводить в свой круг людей, которые одинокие. Таким образом оказывается милостыня. И оставляется кубок для пророка Ильяху, который должен прийти перед Машехом, как предвестник его пришествия. То есть это пророк Илья. Но вот еще перед этим я все-таки хотел бы вернуться к параллелям с Пасхой, которую празднуется Россия. Россия, да, православная, например, и христианская в целом. Христианская. Христианская. Вот это содержание, которое, в общем-то, оно единое. И я коротко скажу, что там есть четкие параллели. Например, то, что люди получают спасение благодаря тому, что они отмечены кровью, или вот этот единственный вход в жилище, а окон там не было в древних жилищах, это единственный путь, как можно попасть в жилище, он отмечен кровью. И вот эти косяки, они имеют аналогию или параллель с крестом. И вот на этих косяках есть кровь, которая символизирует кровь Мессии, и там полностью весь вход, он отмечен кровью. Причем такая четкая параллель, что он отмечен кровью, смешанной с водой, потому что в Исопе очень много воды. Если вы помните, когда Машех умирал на кресте, то его, как там в Писании и предречено, его кости не будут нарушены, потому что обычно умирающим на кресте перебивали голени, и человек задыхался уже, то есть все там, просто его легкие сжимались, и он умирал. И из-за того, что увидели, что Машех мертвы, то ему не перебили кости, но ткнули в ребро копьем, и оттуда выбежала кровь и вода, то есть вот такая четкая параллель. И он является также, назван этим агнцем, то есть вот спасение через избавление от смерти, через причастность к принятию агнца и его крови, его жертвы. Окей, значит, собираются родственники, приглашают нуждающихся и нуждающихся. Кстати, я задам вопрос, не обижайтесь, нуждающихся еврейской национальности? В общем, можно не обязательно только еврейской национальности. И гостей тоже. Но это оказание милости. Давайте подключайтесь к вам, про традиции празднования. Я пытаюсь, да, ну что, я как всегда о еде. Да, ну вот наконец-то. Любой праздник это любимая тема. Да, любимая тема. Итак, в процессе празднования Песаха, то есть пасхальный седр, предполагает определенный набор продуктов. Значит, начнем с того, что они раскладываются на специальной тарелке, которая называется Кеар. Большая тарелка какая-то? Ну, она, ну как, большое блюдо в нем, она, типа лунок сделан, и каждая лунка подписана, и в нее кладется кусочек какого-то продукта. И эта тарелка должна быть кошерной. Ну, у нас все кошерное. Ну что вы, это же седр, это же все, предполагается же все кошерное. Итак, она должна быть или помыта, или как-то? Ну, конечно, обязательно, естественно, помыта. Итак, продукты пересказывайте, что они означают. Быстро перечисляем. Пять минут остается. Маца, которую едят в исполнении заповеди Торы. Вот она у нас на столе. Вот она, да. Дальше. Марор, это горькая зелень. Хрен, салат, латук, лук, там прочее вот такое. Харазет, это тертая зелень, но она тоже, собственно, не очень вкусная. Тоже символизирует горечь еврейского рабства. Дальше. Харазет, это смесь из тертых яблок, фиников, орехов, груш, в общем, овощей и фруктов. Она символизирует, напоминает глину, из которой евреи вот что-то строили, пока находились в рабстве. Дальше. Зроа, это вот то, что говорил Андрей в память о багнице. Это кусок мяса жареный. Баранина. Ну, ягненка, баранина, говядина. Ну, да, кроме свинины, в общем-то. И бейца, кстати, возвращаясь к вопросу опять же о яйцах. Они едятся в память о храмовых богослужениях. Ну, и карпас, это какой-то любой весенний овощ, там, не знаю, картошка, морковка. Карпас. Да, карпас называется. Вареное, жареное. Ну, чтобы можно было съесть, наверное, вареное. Самое интересное, что во время Песаха положено выпить 4 бокала красного вина. Обязательно. Друг за другом? Обязательно. Ну, в процессе. Или максимум 4 бокала? Минимум. Минимум. Ну, получается как-то, ну, как-то 4, получается, собственно говоря. Понятно. То есть за трапезой, да? Да, в процессе трапезы нужно выпить, да, не менее 4. Почему именно 4? А почему именно 4? Символ тоже. Это 4 обетования Бога Израилю. Он говорит, что я выведу вас из-под иго рабства, избавлю вас, спасу вас и приму вас. Избавлю, спасу и приму. И в конце трапезы, извините, я перебила, все, последнее слово. В конце трапезы нужно съесть еще кусочек мацы, который называется афикаман. Что значит это слово? Афикаман, ну, это вообще просто кусок мацы, который прячут. Да, это часть игры такой. Дети должны его искать. В конце трапезы они его находят и должны съесть. Вот этим трапеза завершается. Ну, не дети, а вообще все карты. Простите, закономерный вопрос, что трапеза закончилась и праздник закончился, что ли? А я слышал, что праздник неделю длится. Это оседр. Мы говорили о оседре. Мы говорим о оседре сейчас. Непосредственно застолье вот это. А почему вот дома один день праздник, а не дома у евреев два дня, вот я слышал такое, как бы праздную. Именно в Тесах? Именно вот этот седр должен быть два дня. Нет, это, скорее всего, Пурим. Там в Пуриме есть разница. В одном случае один день, в другом два. Да, потому что там на Певе. Я поясню. Пурим — это еще один важный еврейский праздник, который недавно отмечался. Он пораньше, чем Песах отмечается. Так. Понятно. А что говорят за столом люди? Вот, по крайней мере, у нас уже времени не очень много остается, да, но вот эта вечеря должна завершаться словами «на следующем году в Иерусалиме». На следующем году в Иерусалиме. Ну, а в начале, как положено, молитва, благословение. В следующем году. Да, извините. А отличается молитва от молитвы, которые, например, мы там Роша Хана читают, так сказать, еврейские новости? Сама она отличается, а благословение на хлеб, на вино, там, на еду, они, собственно говоря, повторяются всегда. Принято поздравлять друг друга. Обязательно. Как вот подарки. Христос в воскресе говорит у нас. Подарки, да, подарки. Оказание милости, подарки, поздравления всех там близких родственников и так далее, и так далее. Музыка. Да, конечно, обязательно. А как без этого? Музыка, застолье, песни. А что за радость без музыки? Да. Интересно же. Тем более четыре бокала вина. Как без музыки после четырёх бокалов. Причём это минимум. Да, да, да. То есть там запрета на большее нет, да? Просто четыре бокала — это абизон. Понимаете, какая ситуация? Это традиция. Да, это традиция, но дело в том, что вот есть единственный праздник в году, это Пурим, когда еврей должен напиться так, чтобы не узнавать своего соседа. Вот это нужно сделать. На остальные праздники как-то вот, ну, не напевать. Ну, Пурим уже прошёл. Он прошёл. У нас Песах. Да. Поэтому четыре бокала. Нужно пить сок. Ну, да. Да. Но нужно тоже четыре бокала сока попить. Ну, да, традиционно как бы, да. Как много пищи для размышлений вы сегодня предоставили нам, да? Спасибо большое. Как всегда. Да, как всегда. Ещё раз всё-таки мы хотим поздравить всех и с наступающей Пасхой. С Пасхой всех слушателей. Да, и с Песахом. Он одиннадцатого, по идее, но вы тоже будете отмечать. Он начался. Начался, да. Одиннадцатого, по идее, но вы тоже будете шестнадцать. Вот опять же такая многокультурная и многонациональная тема сегодня у нас. Дело в том, что я, извините, влезу. Успеваю? Песах проходит семь дней. Семь дней? Да. А каждый день что-то происходит или это просто мы имеем в виду, что семь дней праздник? Работать можно в эти дни? Работать там в начале нельзя, а потом... Ну, как, не рекомендуется. Гостей принимать и в гости ходить. Да, и там, конечно, цикл молитв соответствующие следует и всё, что положено по традиции. И вот в это время нельзя ни в коем случае вот этот хамец иметь. То есть обязательно вычислить весь дом от хамеца. Нельзя есть квасное все эти семь дней категорически. Квасное бродит. Квасное. Квасное брожение. Да, нельзя. Вот столько ещё не успели осветить, а да, вот надо ещё будет собраться. Пригласим наших гостей ещё раз обязательно. Приглашайте. Спасибо. Спасибо нам очень рада завершать на сегодня. С праздником всех и православных, и евреев. Всех с праздником. До свидания. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.